Встречи под полной луной Это за визитеры История состоит из двух частей Первая произошла со мной в возрасте Около 12 лет Вторая, продолжение первой И произошла зимой 2012 года Вот с чего все началось Росла я пацанкой Всегда играла с мальчишками В их любимые игры Всегда ходила вся в синяках И даже порой участвовала в драках И мои закадычные друзья Всегда брали меня с собой Поучаствовать в разных авантюрах Называя меня своим парнем Так было и в этот раз Все происходило в феврале Прямо перед моим днем рождения Мы всей компанией решили Поиграть в зимний футбол Было очень весело И время пролетело просто незаметно для всех А поскольку темнело быстро То все потихоньку начали Расходиться по домам Сопровождать меня решили Самые близкие из друзей Коля и Ваня Путь наш лежал через небольшой участок леса Город у нас полон зелени И поэтому такие оазисы зелени Для нас не редкость Ну и как положено В страшилках было полнолуние Ребята решили меня напугать Рассказами о маньяках и призраках Я же на это не повелась А лишь подкалывала и отшучивалась Но вот то, что произошло дальше Было по-настоящему страшным В раз мальчишки замолчали Они стояли оба ко мне лицом И округлившимися от страха глазами Смотрели поверх моей головы Улыбка сползла с моего лица Я пересилила себя и оглянулась А дальше, как по команде Мы рвали когти прочь из лесочка Никогда бы не подумала Что я способна так быстро бегать А увидели мы вот что Чуть поодаль от нас стояли двое Их немного скрывали деревья Но скажу спасибо Выглянувшие за облаков полной луне Я все же разглядела их на свою беду Белые большие существа Высотой по два метра Крепкое телосложение Лица или морды я не успела рассмотреть Лишь черные как уголь глаза Которые просто вергли меня в панический ужас Выбежали мы из этого чудо леса вдвоем Я и Ваня Назрел очевидный вопрос Где черт подери Николай Дрожащими ногами я зашагал обратно в лес За мной плелся Иван Хорошо, что возвращаться далеко не пришлось И тут со скоростью раненой рыси Навстречу нам вылетает Коля После он вот что нам рассказал Бегу я значит, что есть мучи Тут меня Женька, то бишь я Обгоняет Я оглянулся А там эти двое за нами следуют Я побежал было еще быстрей А тут мне дорогу преградило дерево Вот я и вписался в него Вскочил, а они остановились паре метров от меня И смотрят своими черными глазищами Ждать пока подойдут не стал и рванул к вам Когда мы были на безопасном расстоянии Как считали мы от леса Я вновь оглянулась И как и ожидала А я почему-то знала, что вновь их увижу Эти двое стояли рядом с крайними деревьями Которые были последней границей леса И смотрели нам вслед В голове у себя я услышала голос, но не свой Мы еще увидимся с тобой Жди, обязательно жди и помни Я помнила, но не ждала А вот они-то сдержали свое слово Мы встретились через 7 лет зимой 2012 при полной луне Может кому-то покажется, что страшного тут и нет ничего А вот мне не до шуток Немного успокоившись В тот вечер я расспросила мальчишек о том, что именно они видели Чтобы убедиться, что они просто не разыграли меня То, как они описали этих двух Точно совпало с тем, что увидела я Хотя я ни слова не сказал об их внешности ребятам И сейчас я вам расскажу случай, когда они меня посетили второй раз Накануне моего 18 дня рождения Я с подругами отправилась в деревню к бабушке Вечером мы решили отправиться погулять И насладиться свежеморозным воздухом Ну и конечно поболтать обо всем Деревня расположена в весьма красивом уголке Урала Но сама по себе состоит из двух главных улиц и небольших закоулков В этот вечер мы решили пройти более длинным путем Поэтому выходя с одной улицы Оказались на проезжей части окружена лесом Небольшие домишки остались позади нас Фонарей нет И только полная луна за спиной освещала нам дорогу Но несмотря на это видимость была хорошая Несильно заснеженная дорога Две остановки Какой-то дорожный знак И нечто большое белое стоит на перекрестке метров 150 от нас Надо сказать, что зрение у меня отличное В отличие от моих подруг И глюками я не страдаю Поэтому заметив непонятное существо в свете луны В котором оно медленно двигалось с стороны в сторону Я становилась как вкопанная Девчонки удивленно посмотрели на меня А потом в ту сторону, куда я показывала рукой И их лица резко сменили свое выражение Единственное, что нарушило тогда затянувшееся молчание Был вопрос одной из подруг, что это Ответить никто, естественно, не мог Существо явно не приближалось к нам Но и не собиралось исчезать Поэтому в этот раз я сама решила подойти к нему Не обращая внимания на протесты и уговоры Поскорее вернуться в деревню своих спутниц Им ничего не оставалось, как пойти за мной Сделав пару шагов, я вспомнила, что уже встречалась С подобным белым существом Такие же внушительные размеры Такое же тело, которое непонятно из чего состоит Только глаза я не могла видеть Смотрела я на него довольно долго Пока у меня не начала кружиться голова И не появилось ощущение того, что что-то невидимое Неосязаемое, пытается, я даже не знаю, как это описать Оно не пыталось мне навредить Не хотело меня пугать Не хотело, чтобы я уходила Было ощущение, как будто что-то проникает мне в мысли Или душу Пытается что-то донести до меня Хочет, чтобы я что-то осознала К сожалению, мне не суждено было разобраться в этом Потому что девчонки схватили меня под руки И насильно потащили в деревню Позже они мне сказали, что они пытались со мной поговорить А я просто делала шаг за шагом в сторону этого существа И никак на них не реагировала Уже в самой деревне я оглянулась назад Когда подруги сбавили темп и отпустили меня Благодаря нашему местному ландшафту А сама деревня находится ниже той дороги Где произошла встреча Мне удалось увидеть одну из остановок И рядом с ней белого визитера Внутри я чувствовал лишь пустоту и разочарование Потому что должно было что-то произойти Что-то очень важное, долгожданное, но нам помешали В этот раз мне не было так страшно Испуг коснулся только подруг Которые наперебой описывали все, что происходило И выдвигали все более невероятные предположения По поводу того, кто это Встретимся мы еще, не знаю, но знаю точно Теперь я не забуду то ощущение Что возникло и продолжает жить в моей душе Ощущение того, что я даже в пустой квартире не одна Что постоянно кто-то или что-то рядом Что они чего-то пытаются добиться Но вот только чего именно мне не понять И к слову сказать В тот вечер в первый раз за всю свою жизнь я услышала Как во всей деревне разом начали выйти скулить собаки Причем первые звуки начали доноситься со стороны леса Недалеко от остановок и той дороги Лесная тварь Летом, как обычно, я ездил в деревню Дело было в июле Стояла знойная летняя жара Делать было особо нечего И дождавшись наступления вечера, чтобы жара немного спала Я решил пойти в лес, захватив с собой корзинку на всякий случай Может, чего насобираю по пути В лес я зашел тропинкой По ней все местные ходили Тропинка вела вдоль окраины леса Я прошел несколько метров И решил свернуть с нее в надежде найти грибы или хотя бы ягоды Но отошел я осторожно, не теряя из виды тропу И так в процессе я отошел уж слишком далеко, сам не замечая того Уже начало темнеть Хотя, как известно, летом темнеет поздно Я заволновался И, как мне казалось, начал идти в ту сторону, откуда пришел Я немного запаниковал Тут я услышал какое-то то ли рычание, то ли сопение Остановившись и прислушавшись Я понял, что звук доносится с небольшого холмика рядом со мной Мне стало уже очень интересно И я решил взглянуть одним глазком Холм был немного крутой И схватившись за толстый корень дерева, я кое-как поднялся Я застыл, когда увидел то, что там было Какое-то собакообразное существо грызло тушку какого-то зверька Причем это был ни волк и ни пес Лесные волки дохлые, облезлые А эта тварь была коренастая телосложением куда отличалась Тело было чуть вытянуто и лапы коротковатые Шерсть была болотно-серого цвета А морда была в каких-то волдырях или опухолях Глаз было совсем не видно Я застыл от ужаса И в надежде тихо уйти начал потихоньку спускаться Но тут это чудо меня заметило И стало рычать, фыркать и приближаться ко мне Простояв пару минут в шоке Я вспомнил, что громкий шум пугает диких зверей От ужаса и в надежде отпугнуть эту тварь Я закричал и начал махать рукой с корзиной Второй рукой я держался за корягу Тут я рванулся ей навстречу Оно отбежало на несколько метров и остановилось, оглядываясь на меня Не дожидаясь, пока я стану ужином Я рванул со всех ног, куда глаза глядят Бежал я минут пятнадцать В конец выдохся, но выбежал на окраину соседней деревни И кое-как запыхаясь дошел до дому Так ничего не собрав Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok